приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео снова будем разбирать ошибки смотри что правильно что неправильно на экранах у нас снова рыбацкая бухта какой-то дежавю тортик у нас на экране видим что тортик у нас непонятно с каким оборудованием такое ощущение что полевая модернизация непонятно прокачана или нет видимо у нас не понижена прочность что за мы там не качали на максимальную скорость видимо сложно сказать какое оборудование на этот танк можно выбрать два варианта закалка турбина досылатель либо же турбина вентиляция досылатель в любом случае турбина должна быть тортик едет у нас кем перед на зелень и я бы скорее всего поехал в город поскольку перед на тортике такое себе занятие по поводу выбора снаряда 8 фугасов опять видим что любят игроки в кучу фугасов собой возить но тут хотя был фугаса пробитие какой-то там есть 120 штук 5 я думаю можно наверно возить ну прям 8 много б больших 20 штук принципе они неплохо пробивают и у торта точность неплохая 259 б башка это неплохо я бы лично где-то штук 10-15 б башек возил остальное все под калибер и и штук 5 фугасов остальное в принципе смотрим по бою видим что очень яростно реагирует на каждое движение наш игрок на каждое движение врага мог бы сейчас поточнее стрелять один из выстрелов который он делал прожетто враги прям жестко зачем-то упарываются на наших союзников на мельнице и убиваются видим что наш игрок тоже не любит проверять в аркадном прицеле контур и прострел заходит в прицел потом начинает искать тратит время свое я бы ехал город стрелялся бы в городе и скорее всего играл бы я закалка турбина досылатель пп было бы у меня побольше также нашего героя видим что фпс 60 с хвостиком походу у него стоит маленький фолл поскольку у него прицел в аркадном находится немного ниже чем у меня означает что у нас не совпадает фолл прицель у него вообще фпс чуть ниже 60 опускается и это означает что железо не супер мощная возможно там настройки стоят какие-то не самые высокие так или иначе если бы когда наш герой перестанет крутить прицелом попытаюсь поставить фолл такой же как у нашего героя многие часто когда смотрят видосы когда я по чем-то реплеем записываю говорят что что за там чуть ли не не доходит до того что читерами называют потому что на реплее видно как игрок без контура на автоприцел там берет это все потому что фолл стоит неправильный на самом деле мы уже перестояли нам нужно ехать на центр на правый фланг либо на левый я бы уже ехал вперед даже на правый фланг по первой линии я бы уже не ехал поскольку там враги почти закончились не светилась у нас всего лишь т95 все остальные светились то есть тут максимум два танка и стрв который только что получил плюху он уже не фуловый то есть тут урона почти нет туда ну и ехать особо не надо я бы уже поперек карты ехал бы в красное пятно упарывался набивать урон у данного героя реплеи называется примерно сейчас вспомню типа ору тортик хороший танчик но мастера он не получил видимо за кучу урона во-первых он каким перил вдаль когда ким перишь по чьему-то засвету и делишься с кем-то опытом поскольку он тебе светил часть опыта получает он поэтому мы не весь опыт сейчас забирали мастера получаешь за опыта не за урон поэтому надо сбивать гусеницы светить добивать фраги набивать урон конечно же желательно все это делать по своему засвету чтобы больше опыта получать также желательно выжить когда выживаешь тоже опыта получаешь больше чем когда сливаешься поэтому вот такие вот вещи нужно делать чтобы получать мастеров пока что мы на кем перили 1000 урона по чужому засвету поэтому это не сильно много опыта нам даст наш герой видим что приехал на центр мысли наши совпадают это хорошо я все жду момент вот опять но это но просто забей но серьезно я уже не знаю ну на карту то можно посмотреть вот между нами раз дом 2 дом мало того что можно просто в аркаде покрутить прицелом это раз второе можно просто на карту глянуть и придет понимание того что не может быть прострела вообще ни в коем вообще образом никак опять но куда ну куда ну серьезно ты ж только что но посмотри на мини карту много времени тратится на ерунду из-за того что неправильно используешь механики игры неправильно находишь прострелы тратишь время и запоминания этих прострелов нет у игроков много боев наиграно правильность скорость прострелы ничего не запоминается не откладывается здесь на же герой стрелял гусеницу принципе все правильно единственно что упад она была ремка и он уехал пока что ничего криминального мы не сотворили все более-менее ок но видим что наш герой не особо четко и правильно и хорошо всем пользуется можно было бы и получше отыгрывать сейчас мы из-за поворота выезжали боком паттон мог спокойно поставить нас на каток у тортика очень дырявые катки поэтому когда играешь на торт на тортике никогда нельзя выкручивать корпус очень сильно поскольку нормальные игроки понимающие будут сбивать катки с уроном и это закончится очень плохо и вообще непонятно чего чего мы рыпаем сейчас мы сейчас видели как на кимпу уехала несколько пт перед нами тут мог быть паттон плюс еще сбоку то тест рв мало быть в кустах и мы сейчас кимпы можем получить в бочину во первых мы опасно выезжали за поворота во вторых мы сейчас тоже занимаемся опасными вещами да мы типа подъехали что-то тут стреляем но нам нам сбоку выезжает паттон это было видно но наш игрок вообще игнорирует это ну набивает урон но опять же вы видите что наш игрок пытается вот здесь найти врага хотя он туда поехал за дом то есть работа с мини-картой отсутствует ошибки имеются видим что плане стрельбы наш герой вроде нормально стреляет мы слили кучу хп это при том что с кимпы не стреляют птшки вроде как вот только хэвик паттон стрелял то есть плюс еще арта в нас не стреляет то что мы сейчас выжили это еще и нам повезло да наш герой выехал пострелял но он отдал все свое хп и грубо говоря он отдал в никуда его поэтому это было опасно и было очевидно что это опасно так не нужно было делать и как теперь из этой ситуации выходить у нас команда по хп проигрывает играем дальше как говорится нужна помощь мы зачем-то выехали назад жопу выставили на всю зелень грубо говоря очень везет что мы выигрываем снова наш герой выцеливает сквозь дома мини-карта у него по ходу выглядит следующим образом вот таким его просто нет потому что ну какой-то какой-то квадрат за закрывает угол экрана зачем-то может у него фпс маленькие настройки на минималках он решил убрать этот там не знаю может мешает обзору я не знаю но это скорее шутка может быть она не смешная скорее грустная но наш герой жалуется что это был бой не на мастера ну да жалоба принимается рассматривается сейчас плоховато целился наш герой но все-таки сумел каким-то там образом нашкрябать ёлки-палки а куда ты в свету друг поехал его вообще не смущать что тут дыра на всю зелень алё туда два кренделя уехали прям ну ты сопровождал стрельбой по домам они уезжали в свету ты по домам стрелял они туда уехали куда-то на кимпу может быть они тут стоят им дом мешает может но где-то они там существуют плюс арта плюс 95 не светил вдруг он там 95 это сетка рога играет и ты только что стрелял в паттерна на своем тортике и прям сразу же в свету поехал прямо вперед через дырку мы сейчас целились не совсем хорошо мы не в центр корпуса прицелились о прицелы было на башне если бы снаряд полетел не в то место куда мы прицелились или не ниже то мы могли бы и не пробить получаем спереди кучу выстрелов без пробития видим что 263 ворот заехал снова ищем прострел через 30 домов уже внутри одного боя можно было бы само обучиться сама развиться обратить свое внимание на то что там ну нет прострела неужели даже внутри одного боя развития нет я в 2013 году не смотрел никакие гайды особо тогда их и не было мне было любопытно самому карты изучать там прострелы позиции если какая-то позиция не заходила я отменял ее и пробовал следующий мне было очень интересно изучать карты и когда я 2023 году смотрю как игрок уже третий или четвертый раз поисках прострела сквозь несколько домов не это немного но напрягает это просто жесть какая-то куда мы сейчас а по и куда мы поехали я не знаю какие жалобы что это не мастер мне кажется тут не может быть жалоб вообще никаких чудо что мы живы до сих пор как мы выжили я вообще не знаю где арта шмяк нему хоть раз я когда играю активно меня арта весь бой поливает здесь ни одного выстрела арты видим что у нашего героя чат включен там какие-то писюльки интересные очень ужасно и опять ищешь прострел да ну нету там прострела нету прострела вот там нет хватит пожалуйста но он рина черон ты на кемпе стоит опа нифига себе это что-то подвисла может быть это выстрел был на мастера видим что наш герой контуры тоже как и прошлый герой прошлом видео не ищет и заходит в прицел потом начинает искать контур не знаю владелец этого не мастера на тортике рекомендую посмотреть прошлое видео с разбором на т30 где я объяснял как правильно целиться стрелять я так и не нашел момента в этом бою чтобы фолк отрегулировать такой же как у героя этого реплея поскольку он весь бои крутит вертит прицелом камеры и подловить момент тяжело уже почти бой кончился поэтому не буду на это уже тратить время тяжеловато целится наш герой может быть у него настройки там или экран маленький или фпс маленький или коврик маленький или сенса большая что тоже мешает чтобы четко гладко и правильно всегда целится во первых нужно проверять контур еще в аркаде мы покрутили прицелом контур есть значит есть прострел если контура нету прострела нет если прострел есть и нам безопасно сейчас стрелять мы можем зайти в прицел прицелиться стрельнуть выйти с прицела посмотреть по сторонам оценить обстановку посмотреть на миникарту среагировать на какую-то ситуацию на миникарте указкой туда перевести снова проверить контур прострел и так далее работать по кругу чтобы четко и правильно стрелять нам нужно в настройках игры в управление чувствительность поставить как можно меньше насколько это возможно чтобы вам было не тяжело крутить камерой снайперском прицеле и в аркаде у меня допустим снайперском чуть меньше в аркадном прицеле чуть больше снайперском это когда вы вот целитесь и у вас x2 x3 x3000 аркадной это когда вы наблюдаете за танком камера вокруг танка то есть крутить камеры вокруг можно цинсу чуть побольше сделать чтобы успевать везде башкой мотать а когда вы уже целитесь вам нужно чтобы камера чтобы прицел был плавненький четенький у вас должен быть просторный стол чтобы вам было удобно желательно коврик большой у меня на весь стол тут и клавиатурой мышка помещается и у меня много места много пространство очень гладко четко я целюсь вот эти рваные дерганые движения это когда у вас огромная снса малюсенький коврик или вообще его нету в этом по асфальту мышкой и улазите это все влияет на четкость гладкость стрельбы в этом бою можно было стрелять намного качественней можно было чаще реагировать на прострелы лучше и не тратить время на прострелы которых нет также еще много ошибок было в бою плане опасных выездов из поворота подставлять свои самые опасные самые уязвимые зоны это плохо нужно изучить броню своего танка прежде чем на нем мастера получать чтобы не получалось таких вот ситуации также еще нужно адекватно реагировать на ситуации в бою на то что в нем происходит просто в наглую кататься в свету перед кучей врагов и по танк классный но не мастер ну да в принципе все по делу написано танк классный но мастера не получил в этом бою но было очень много ошибок это чудо что бой вообще до такого дошел честно говоря у смотришь и такие реплейчики иногда хочется хотя бы долю такого везения который я вижу своими глазами впервые вижу этот бой сразу записываю не подготавливаясь никак поэтому я в шоке я пребываю в шоке поскольку столько везения в плане выживания и нас вообще не фокусит арта может быть она как в прошлом бою там пытается утонуть 15 минут или она пытается из прошлого боя своего коричневого друга там достать из из реки но в общем и целом прошлом реплее где мы разбирали там было две арты они тоже нашего героя не стреляли потому что они там топились в этом бою арта тоже не стреляет вот тут и 95 тоже проблема с катками они дырявые также нлд пробивается и лючки каким-то чудом под калибером сверху вниз под огромными какими-то углами пробиваем нлд хотя лучше бы мы в лючки стреляли голода закончилась воду борт можно стрельнуть мы стреляли на наш герой стреляет низко нужно бы стрелять чуть выше через катки там был шанс не пробить прицел нам об этом сообщал своим рыжим цветом если бы мы стреляли выше мы постреляли выше гусениц и было бы легче пробить очень дергана конечно мы целимся но пытаемся пытаемся видим что арта он там возле лужи засветилась она существует и она даже играет не топится видимо просто арта была занята не нашим героем и нам очень сильно повезло опять же мы настреливаем весь урон по чужому засвету начале боя мы там тысячу с хвостиком настреляли по чужому засвету сейчас марту по чужому засвету стреляли т-95 по чужому засвету рина черон ты по чужому засвету что мы стреляли по своему засвету т-57 х и и на центре в паттона но тут откровенно сквозь дом пытаемся что-то снова найти ну да ладно это фишка нашего игрока вот такой вот двой получается как вы считаете на мастера тянет или нет еще раз напомню что когда по чужому засвету стреляешь ты делишься опытом с тем кто тебе светил поэтому за 6 200 урона где почти весь урон по чужому засвету мастера получить тяжело тем более на популярных имбовых танках где планки высокие да тут есть 4 фрага это тоже опыт здесь у нас есть выживание мы выжили чудом каким-то это тоже опыт но мы за это все получили первую степень поскольку у нас мало урона по своему засвету вот такой вот разбор пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво больше реплеев с рыбацкой бухты всем удачи подписывайтесь пока